В годы Второй мировой японцы перехватывали американские радиопереговоры, взламывая их шифры на раз-два. Американцы из-за этого терпели обидные неудачи. Решение нашли такое. Привлекли к налаживанию секретной связи индейцев наваха. Их язык невозможно выучить, не находясь в разговорной среде, потому что в нем 4 тона. И в зависимости от звучания слова могут иметь разные значения. Более того, в языке наваха есть звуки, не имеющие аналогов в английском. В общем, шифровальщики наваха здорово помогли янке освобождать вселенную и прилегающие территории. Однако для обыкновенного homo sapiens индейские шифры не более сложны, чем, например, язык каких-нибудь спортивных администраторов, устроителей соревнований и букмекеров. Как вам это? Поясним, что это все значит зрителю, для которого спорт это не голые ставки и не отслеживание судьбы любимой команды по турнирной таблице. И не сидение перед экраном в спортпабе. А количество сожженных колодий, килограммов самолично выжатых от груди и число подтягиваний на турнике во дворе. Так вот, второй тур нового сезона высшей лиги конфиденции «Запад» это самые крутые соревнования по мини-футболу среди женщин, разделенные по времени и по географии. Например, конфиденция «Запад» это как половинка страны, сведенная в группу соответствующими командами. И все это, зритель, мы тебе сейчас и демонстрируем. А конкретно, чемпионат России по мини-футболу в прицел нашей камеры попала только одна из многих-многих игр. Чемпионат проходит так, и дома, и в выездных матчах. И вот женская сборная ОГУ принимает в гостях сборную Московского политехнического университета. На выезде наши уже дважды уступили соперницам из Пенза. Играли два дня. Первый матч 5-4 в пользу орловчанок. Во втором матче они продули со счетом 4-8. Следующие игры в рамках чемпионата России по мини-футболу наша команда проведет в подмосковных «Котельниках» 26 и 27 октября. Пожелаем девчатам удачи, ведь они на поле тоже, как на войне. Сергей Быковский, Алексей Нескин, телеканал Первый областной.